Привет, друзья! Меня зовут Анастасия Пикташ, и я, как всегда, рада вас приветствовать на канале Турецкий Язык с Нуля. Сегодня наше 64-е занятие, и мы будем разбирать с вами целых две конструкции, которые очень похожи друг на дружку. И на русский язык мы будем переводить такие конструкции временным союзом «когда». Мы уже с вами знаем, что для того, чтобы построить какое-то сложное предложение вот с таким союзом, можно использовать различные способы. Особенно часто переводится с помощью слова «когда» депричастие «кен» или «ыркен», если оно работает с глаголом, или конструкция с именем действия «ды», «сырада». То есть обе эти конструкции переводятся при помощи слова «когда», или, по крайней мере, их можно так перевести. Так вот, чтобы было с чем сравнить, давайте вначале посмотрим на них, вспомним, как мы их конструировали и как они переводились, и после этого перейдем к новым темам. Итак, посмотрим на конструкцию «ыркен». В то время, когда я пила чай, я начала читать книгу. То есть тогда, когда я пила чай, в этот промежуток, я книгу начала читать. Допустим, Опять-таки, когда я пила чай, в то время, когда я пила чай, я начала читать книгу. То есть у нас, по большому счёту, оба этих предложения будут переводиться примерно одинаково и смысл будут иметь общий. То есть на протяжении, в первом случае у нас идёт глагол, на протяжении какого-то одного действия разыгрывалось другое, фактовое, да? Начала читать книгу. А во втором случае у нас есть некие рамки временные. То есть на протяжении вот какого-то промежутка в это время я начала новое действие. Ещё раз, сразу, да, если вы плохо, различайте между собой такие конструкции. А также ведь у нас есть причастие ынджа и причастие ыб, которые при большом желании тоже можно переводить при помощи союза, когда. Поэтому, если вы в этом ещё путаетесь или не очень хорошо разбираетесь, пожалуйста, обратитесь к моим предыдущим урокам, разберите внимательно все эти конструкции и только после этого переходите к новому уроку. Итак, после того, как мы посмотрели на два варианта, которые можно построить с помощью временного союза, когда, мы можем перейти непосредственно к новым формулам. Вот эти формулы просто невозможно перевести без слова когда. То есть по-другому их перевести вообще не удастся. Потому что как бы вот это слово в то время как оно прямо включено в структуру, включено в формулу. Итак, первая наша конструкция – ды-заман. В этой конструкции подлежащее всегда стоит в нулевом падеже. Это первое. Построение формулы делается так. Мы берём, как всегда, основу глагола, добавляем к основе глагола имя действия, либо в варианте дык, либо в варианте аджак. Далее нам необходима связочка притяжательного местоимения, то есть кто совершил это действие. Оно должно соответствовать числу и лицу, как обычно. И в конце мы завершаем всё служебным словом заман, то есть время. Выбор имени действия на дык и на аджак у нас всегда определяется, как мы знаем, известным правилом. То есть для настоящего и для прошлого мы употребляем дык, а для будущего употребляем аджак. Однако именно в данной конструкции есть свои тонкости, свои подводные камни, которые мы будем разбирать уже глядя на конкретные примеры, чтобы было всё понятно и чётко. Пока что посмотрим на то, как формируется, собственно, наша конструкция, проспрягаем какой-нибудь глагол. Возьмём, например, «ябмак» – «делать» и посмотрим по лицам, как же он изменяется. Ну то есть, как мы видим, всё логично, никаких особенностей здесь нет. Мы уже работали с именами действия, и примерно все они работают одинаково. Отрицательная формула работает через отрицательную частичку «ма» в глаголе. То есть, Само собой, в таких конструкциях вопросительной формы не существует вообще. Да и, собственно, отрицательная часть тоже употребляется довольно-таки редко. В основном мы работаем с положительной формой. Теперь важная информация по второй части предложения. То есть первую часть вводную мы делаем, согласно конструкции. Что же происходит во второй части? Во второй части мы можем употреблять глаголы в любом из времен, в настоящих временах, прошедших, будущих, какие хотите. Главное действие может быть однократным, то есть случится один раз как некий факт, или многократным, то есть повторяться. Глагол может быть завершенным, то есть действие совершилось, или незавершенным, действие все еще совершается, продолжается. То есть во второй части предложения полная ваша свобода, то, что вы хотите выразить, вы ставите, оно никак не завязано на первой части, на формуле конструкции. Ну и давайте теперь посмотрим на примеры все-таки. Например. Ямур башлады. Когда я выходил из дома, начался дождь. То есть эвден чектым заман. Заман показывает нам время. То есть в то время, когда из дома я выходил, оказалось, что начался дождь. Ямур башлады. Простое прошедшее время, совершенное действие. Ну и, естественно, спрягали мы все обыкновенно. Читмак стоит у нас в форме прошедшего времени. Значит, выбираем формулу дык, подстраиваем по гармонии гласных и согласных, и поскольку речь идет о первом лице, добавляем им. То есть все логично, и служебное слово заман, его, конечно, тоже не забыли. Здесь мы выбрали гибридные времена. В то время, когда я заглянул в комнату, мой брат уже уснул. Или мой брат уже спал. Если вы хотите показать процесс, он спал, уююрду, а я в этот момент заглянул. Точка. Какой-то, да, факт. Или мы, наоборот, хотим сказать, что до этого, когда я заглядывала в комнату, он не спал, а когда я заглянул второй раз, он уже уснул. То есть это действие совершилось. Мы поставили уюмуш ту, мышь плюс ды. Это одна из будущих тем. То есть совместили прошедшее и прошедшее. Для того, чтобы показать, что это свершилось не сию секунду. Уюмуш это вот-вот сейчас он уснул. А вы ведь рассказываете о каком-то периоде прошлого. То есть вы что-то рассказываете, например, о вчерашнем дне. И уже получается, что мало того, что прошлое, для вас это был еще и свершившийся факт. Поэтому здесь будет гораздо удобнее выбрать вот такое гибридное время. Важно понять то, что, как мы видим, различные конструкции временные во второй части предложения могут стоять. То есть вас это смущать не должно. Когда мы встречаемся с Айше, она постоянно говорит о тебе. Мы можем сказать конушур, а можем сказать конушюер. Хеп, конушюер уже говорит о том, что она делает это постоянно, регулярно. Можем оставить йор, смысл не поменяется. Можем поставить ир, как регулярно повторяющееся действие. Кто встречается с Айше? Мы. Булушмак. Дык, прошедшая форма, по гармонии согласных и гласных. И Имыс, опять-таки, по гармонии гласных, надстройка, которая соответствует первому лицу, множественному числу. Такое предложение. Хаста улдуум заман чок азьерди. Когда я болела, я мало кушала. Или я плохо кушала. Хаста улдуум заман, то есть в то время, когда я болела, кушала я мало. Это говорит о том, что было в прошлом и регулярно это совершалось. Это не разово было, что я один раз поела, а я мало кушала, в принципе, возможно, даже не день, не два и не три, там, допустим, целую неделю, а, возможно, и две, смотря, что там за заболевание было. Поэтому берем время на ир и добавляем гибрид, добавляем прошедшее время, переносим, как бы, эту связку в прошлое. Ердим. Я кушала. Такое предложение. Бана урадын заман сана биркитап вереджем. Когда ты зайдешь ко мне, я дам тебе одну книжку. Бана урадын заман. О ком идет речь? Конечно же ты. Сэн. Бана урадын заман. В то время, когда ты ко мне зайдешь. Сана биркитап вереджем. Я тебе какую-то книжку дам. Здесь мы употребляем время стопроцентное, потому что у нас здесь четкая связь. То есть, как только придешь, так я тебе сразу ее дам. Книжка вот она на столе, она готовая. А теперь присмотритесь к этому предложению еще более внимательно. Посмотрите, пожалуйста. Первая часть предложения стоит в формулировке прошедшего времени. Вторая стоит в определенном будущем. Но при этом на русский язык мы обе части предложения перевели именно в будущем. Почему же здесь вот такая ситуация? Почему мы не задействовали здесь форму аджаы, а использовали форму ды? Все дело в том, что именно в конструкции с союзом, когда условия употребления аджаы и ды немножко меняется. И это именно то, о чем я говорила в начале урока. То есть, то, что мы хотели разобрать на примерах. Значит, посмотрите, пожалуйста. В этом предложении мы делаем акцент на том, что отдадим книжку тогда, когда человек придет. То есть, тогда, когда этот момент совершится. А значит, на момент передачи книжки он станет прошлым. Вот ты пришел, это уже свершилось. Я тебе книжку тогда передам. Такие варианты переводятся на русский язык с совершенным глаголом. То есть, ты придешь. А позиция с аджаы показала бы, что мы только планируем действие и говорим о его каком-то отвлеченном значении. Что бы стало более понятно, посмотрим на конструкции, которые работают именно с аджаы. Какие предложения мы можем построить с показателем будущего времени тогда. Когда я собиралась выйти из комнаты, зазвенел телефон. То есть, у нас появляется здесь слово собиралась, хотя в турецком предложении мы его не видим. Я планировала, я только хотела выйти из дома, еще только за ручку взяла из двери. И вот в этот момент прозвонил телефон. Вот для чего нам в большинстве случаев нужна форма аджаы. Когда мы показываем о намерении действия. Например, Когда хочешь что-то сказать, или когда собираешься что-то сказать, хорошенько подумай. Или там, То есть, когда ты только еще запланировал что-то выдать, подумай, потом скажи. Когда будешь выходить с работы, позвони мне. Или когда соберешься выходить, позвони мне. Здесь, посмотрите, слово соберешься можно поставить. То есть, когда ты только запланируешь выходить, тогда позвони. А можно убрать это слово и на его место поставить будешь. И мы знаем, что в русском языке мы употребляем вот это будущее время, слово будешь, в тех ситуациях, когда мы работаем с несовершенным глаголом. Нарисую, когда я буду рисовать. Прочту, когда я буду читать. Вот это буду показывает на то, что глагол несовершен, он еще только планируется. И для примера давайте посмотрим двоякое предложение, чтобы сравнить одно и второе. Например, Вторая часть предложения стоит в форме времени на «ыр», то есть выглядит абсолютно одинаково, а вот весь смысловой акцент будет сосредотачиваться именно на конструкции выбрали мы «аджак» или выбрали мы «ды». По большому счету предложение будет переводиться примерно одинаково с обоими вариантами, но разница будет. Значит, на первое предложение, если мы посмотрим, то мы увидим некую запланированность. То есть, когда я буду покупать дом в будущем, вот я его когда буду покупать, я буду очень счастлива. А второе, четкое следствие от совершенного дела. Когда я, наконец, куплю дом, я буду счастлива. Вот я его уже купила, все документы оформила, в комнату зашла, на диван села, и вот я счастлива, наконец-то он мой. А когда я только буду покупать дом, так это еще сколько надо документов оформить, сколько проблем, сколько бегодни, но я все равно уже буду счастлива, потому что я уже на этом этапе буду понимать, что дом будет моим. Таким образом, собираться, или планировать что-то делать, или, когда мы говорим, я буду что-то делать, работает с формой «аджак». Если мы что-то уже сделали, закончили, мы говорим о будущем, но о совершенном действии, когда это действие в будущем завершится, тогда мы все равно употребляем форму «дык», которая по большому счету работает для прошедшего времени, и для настоящего, но не для будущего. Вот именно с такой конструкцией нужно быть очень аккуратным, и в этом как следует разобраться. Ну и теперь мы можем смело перейти к конструкции номер два. Это конструкция «дында». По смыслу она является синонимом в форме «ды» и «аджак», полным синонимом. Употребляется в тех же самых случаях, по тем же самым правилам, со всеми теми же самыми разнообразными временами, многократными и однократными фактами, то есть ровно все то же самое. Но есть маленький такой акцент, чаще такую форму употребляют для того, чтобы показать какое-то точечное событие, какой-то короткий факт, а не для большого процесса растянутого. Но при этом, если посмотреть, то обе формы действительно можно употреблять во всех случаях, то есть во всех ситуациях. Можно употребить форму «ды» и «заман» на месте «дында» и наоборот. То есть и от этого смысл не поменяется. Но вот есть такая частность, что лучше употребить, наверное, с короткими фактами «дында» и для процесса показать «ды» и «заман». Ну, например, наверное, гармоничнее сказать «бен китап о кудуум заман» «когда я читала книгу», незавершенный процесс какой-то. И, например, «одая гирдием де» «когда я зашла в комнату». Что там заходить-то? Это одно действие, один шаг. Вот я зашла и оказалась внутри комнаты. Да, завершенный процесс. Более гармонично это выглядит, более логично. Но еще раз повторюсь, можно употреблять и то, и другое. Поспрягаем давайте нашу формулу. Как мы видим, формула эта работает следующим образом. К основе глагола всё то же самое. Мы добавляем часть «ды», её мы спрягаем притяжательным местоимением и добавляем в конце, как вишенку на торт, местный падеж. Отрицательная формула. Когда я не пришёл, когда он не пришёл, что-то там тоже совершилось. Опять-таки, довольно редко употребляется, хотя имеет право на существование. Вопросительные формулы точно так же не существуют в принципе. То есть никак её, даже если очень хочется, употребить нельзя. Ещё очень важный момент. Если форму «ды» «заман» мы абсолютно с чистой совестью употребляем с будущим, а «джаы» «заман», то форму «ды» «нда» употреблять с будущим временем крайне не рекомендуется. То есть её мы употребляем для чётких историй о завершённом действии. Вот это тоже важно на это обратить внимание. Посмотрим на примеры. Из Стамбула гель ДМД хавачок соукту. Когда я приехала в Стамбул, погода была очень холодной. Гель ДМД получается по моему приезду, грубо говоря, да? Погода была холодной. Гель ДМД поставили формулу по гармонии гласных-согласных. Им притяжательная на первое лицо и местный падеж. Погода была холодная, задействовала прошедшее время. Соукту. Буну дюшун дюнде, а джаик козыёрум. Когда я об этом думаю, я ужасно злюсь. В то время, как я думаю об этом, так меня прям сразу в дрожь бросает. Козыёрум мы видим употребляем время на йор. Настоящее, обычное время, простое. То есть, опять-таки, спектр предложений, спектр употребления времён во второй части предложения абсолютно ничем не ограничен. Например, такое предложение. Ишлири битирдиинде банагель. Когда закончишь свои дела, приходи ко мне. Битирмек заканчивать. Битирдик. Поставили формулку. Битирдиин. Это когда ты закончишь, и местный падеж как бы заменяет нам слово заман. То есть, в то время, когда ты закончишь, банагель, и употребляем здесь повелительное наклонение. Он ухер гордюнде гюлесим гильёш. Каждый раз, когда я её вижу, я начинаю улыбаться. Мне хочется смеяться. Ну, то есть, я знаю какую-то историю про этого человека. И вот как вижу, у меня образ всплывает как бы в голове, и я начинаю смеяться. Можно сказать гильёш, гюлесим гильёр, можно сказать гюлесим гилир. Всё равно. Хэргюрбюнде. Каждый раз, когда я её вижу. Суруя дживаб булмадында чок юзюльдё. Она очень расстроилась, не найдя ответа на вопрос. Или она расстроилась, когда не смогла найти. В то время как, или в то время когда не смогла найти ответа на вопрос. Дживаб булмадында. Вот мы употребляем с вами отрицательную форму. В то время когда. И при этом глагол отрицательный. И вторая часть предложения в простом прошедшем времени. Вариант с предложением в будущем, как я уже сказала, крайне нежелателен. То есть, урая гилиджейнде банахабер вер. Так вот, я ни разу не слышала, чтобы турки так говорили. Когда соберёшься туда поехать, дай мне знать, конечно, скажут урая гилиджейн заман. Когда ты туда соберёшься ехать через конструкцию номер один. Вот. Наверное, гипотетически это сделать можно, но это не употребляется. Ещё раз. Ну и, собственно, наверное, на этом можно заканчивать. Ещё раз хочу, чтобы вы обратили своё внимание на синонимические конструкции. То есть, на конструкции ды-сырода и на конструкции кен. Потому что они действительно практически синонимы. Во многих случаях могут употребляться на равных. То есть, вы можете поставить любую из этих трёх частей. В некоторых ситуациях у них есть свои чёткие аспекты. Мы знаем, что ды-сырода может отвечать не только на вопрос «когда», но и о какой-то резкой смене действий. Как только это произошло, тогда что-то там было похожее на инджа по смыслу своему. Если мы говорим про кен, бенчуджук кен, в то время, когда я была ребёнком, это работа с существительным. Но если вы употребляете глагол, чаще всего употребляется глагол в смысле процесса. Например, сэн у юркен, когда ты спала, что-то произошло. Вот у тебя был длительный процесс сна, и в этот момент что-то произошло. Когда мы говорим с ды-саман, мы можем употреблять, как мы уже видели, и точечные факты, и длительные факты, и совершённые, и несовершённые. То есть это такая самая, наверное, широкая, самая удобная конструкция для того, чтобы построить предложение с союзом «когда». Ну и теперь уже точно, пожалуй, всё. Надеюсь, что тема для вас была интересная, надеюсь, что она была для вас полезная. Если это было так, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Для меня это очень важно. Тема эта интересна тем ещё, что она действительно разговорная, что она не только книжная, является не только книжным оборотом. И действительно, если вы её будете употреблять, вы украсите свою речь и сможете говорить более свободно, строить более сложные, более красивые, развернутые предложения. Ну и я на этом с вами прощаюсь. Жду вас, как всегда, в следующих уроках. Дальше будет только интереснее. И на этом всё. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»